Всем привет! Сегодня, как я вам обещала пару видео назад, мы... Всем привет! Сегодня мы продолжим весеннюю чистку, и как я вам обещала пару видео назад, сегодня я вам покажу одежду и обувь, которые я выкидываю. Но, конечно же, я не буду вам сидеть и показывать каждую там маечку, футболочку, что я выкидываю. Я просто, наверное, это будет менее вам показать, конечно же, я покажу вам вещи, которые я выкидываю, но вместе с тем, наверное, такие мои советы, как почистить гардероб, что выкинуть, каким способом я это выкидываю, просто вот такие вот мои жизненные советы. Для того, чтобы ничего не забыть, все, что я вам хочу сегодня сказать, я, конечно, записала на телефон, вы знаете, у меня память семейная, обязательно что-нибудь забуду. Итак, первое, что я написала, для того, чтобы начать любую чистку, я все выгребаю, и вам советую вообще все выгребсти и разделить это абсолютно-абсолютно все. Я имею в виду и обувь, и одежду, и пижамы, и нижнее белье, и я это сделала с полосенцами, с пластельным бельем, в общем, все-все-все-все-все-все. И только тогда, в принципе, начинать чистку. Вы можете это делать посезонно. В Израиле проблема сезонность здесь, знаете, тут или зима, или лето, поэтому у меня в шкафу нет разделения сезонов, у меня все вместе. Но вы смотрите сами, каждый знает, где он живет, в каком климате, в какой стране, какая одежда ему важна. Поэтому я вам советую выгребить все, и всю-всю одежду поделить на три части. Одна часть, которую вы обязательно будете носить, вы ее любите, вы это знаете, и обратно красивенько сложить это в шкаф, тем самым вы как бы сделаете себе непорядок в шкафу. Вторая часть, все, что просто уже износило себя. Например, белые футболки, по ним очень сразу видно, когда они изнашивают себя, появляются разные, там, не знаю, желтые разводы, серые разводы. В общем, все, что себя износило, также в домашней одежде. Не ходите дома, в чем попало. Лучше купите себе пару спортивных костюмов, пару красивых пижамок, или пару, не знаю, чего-то, каких-то штанов, кофточек, и ходите в нормальный дом одежде, а не все старье, что у вас остается. А, ну я дома-дома буду носить. Старье отдавайте. Поэтому все, что себя износило, это касается также нижнего белья, оно тоже должно быть в хорошем виде, пижамы и тому подобное, все это в мешок и в мусор. Вы можете это пожертвовать, не знаю, там, приютом для животных. Очень часто, кстати, приютом для животных очень всегда требуется старый, старый простынь, старый, эти самые, старый полотенцем. Так что, может быть, какая-то одежда тоже может требоваться для подстилок для животных, если у вас это актуально, если это не актуально, вы можете использовать это, не знаю, что с этим делать. У нас вообще можно, у нас перерабатывают одежду, у нас здесь мусор, никуда мы плохую одежду просто выкидываем, потому что ее перерабатывают там. И третья часть будет одежда, в которой вы не уверены, и вы уже как бы долго ее не носили, пару лет не носили, или даже полгода, и вы в ней не уверены, вроде она сама плохо сидит, в общем, вы в ней не уверены. Итак, значит, хорошую часть мы сложили в шкаф, плохую часть мы выкинули, третья часть, наша вся проблематичная часть, в принципе, это и есть то, что мы будем сегодня как бы о нем говорить. И теперь давайте я вам покажу, что же я решила для себя выкинуть. На самом деле было в этот раз немного, я готовлюсь как бы к лету, я решила, что нужно перебрать футболки, свитера, которые я носила зимой, которые мне больше уже не подходят, или мне чем-то не нравятся, обувь я перебрала, а некоторые пиджаки я перебрала, ремни я перебрала, украшения я перебрала, постельное велье, полотенце, но это я вам показывать не буду. Значит, футболки, например, вот эта футболка, она мне очень нравится, она себя износила, она просто выглядит неаккуратно, некрасиво уже, и в ней начались появляться, ну, чересчур много вот этих маленьких дырочек, которые мне просто, ну, я не буду сидеть их зашивать уже, поэтому... Также здесь есть кофта, такая вот разболхайка, я так ее ни разу и не одела, я все ждала, может быть, буду летом ее носить под что-то когда-то, в общем, купила ее по какой-то скидке, так ни разу и не одела, все пыталась, пыталась, в общем, не моя эта одежка, жалко, что она у меня лежит, и цвет он не белый, мне подходит белоснежно-белый, это не белый, он такой с серовато-желтым каким-то подтоном непонятным, поэтому это совсем не мое, отдается. Некоторые футболочки, которые просто уже на мне некрасиво сидят, и мне не нравится вырез, вообще я поняла, что вот, например, такие вырезы сзади, это абсолютно не мое, и поэтому нечего мне вообще такие вещи хранить, а свитера, два свитера, например, который один, он у меня уже очень много лет, и он мне очень много долго нравился, но я, по-моему, уже ношу лет восемь, и я решила, что пора от него избавиться, второй свитер, кстати, абсолютно новый, на нем очень сильно скатывается все, что вообще может к нему прилипляться, и он во время носения растягивается, сидит на мне некрасиво, поэтому тоже жертвую. В этот раз я также собрала целую кучу старых ремней, на то, чтобы старые, они вроде неплохие ремни, но они уже потеряли абсолютно свой вид, цвет, а несмотря на то, что я люблю кожаные ремни, я покупаю как бы только кожаные ремни, пусть даже они будут сэчинем, пусть только обязательно будут кожаные, но эти себя как-то износили, уже некрасиво смотрятся, и я решила, что пришло время тоже от них избавиться. В этот раз также пойдут пару украшений, кому-нибудь, вообще, как бы с украшениями, знаете, вот видите у меня те украшения, я вообще поняла, что сюда люблю шарфы, не люблю украшения. Надо как-то вам сделать видео, мои любимые шарфики, у меня много шарфиков, хотя они немного скучные, как мне кажется. В любом случае, они носятся мне это, я оставила несколько украшений, которые я люблю, которые я ношу, вот эти вот, ну как-то вот они мне по-детски уже выглядят, не знаю, как-то вот не то, понимаете, моя сестра к ним не лежит, и даже они хорошо выглядят, и одно украшение здесь я всего пару раз носила, и стоило оно вроде не так дешево, но сердце не лежит. Поскольку я упомянула шарфики, от шарфиков я тоже избавляюсь, а шарфик износил себе белый, абсолютно некрасиво смотрится, выглядит уже настолько постелено-поношенный, что до свидания ему. Шарфик, я не знаю, если вы видите, он такой сероватый, некрасиво-некрасиво на мне сидит, по-детски на мне сидит, некрасиво на мне сидит, не нравится, по-детски. В общем, видите, как бы даже мне, у меня с этим было просто, я просто достала всю свою коробку шарфов, по-детски, не носила, все эти шарфы я не одевала, не знаю, сколько уже лет, года два, поэтому, ну что их хранить просто так. Также в этот раз я перебрала все свои джинсы, и помните, я вам рассказывала, что в ногах, в ляжках у меня джинсы очень быстро протираются, вот три пары джинс, которые просто-напросто протерлись, поэтому я вам говорю, я очень часто покупать могу один, одну и ту же, ну, модель джинс, по несколько, потому что они быстро протираются, и я знаю, что мне хватает максимума полгода, поэтому три пары идут в мусорник, потому что протерлись. Джинсы, которые, в принципе, почти новые, но это были мои самые первые рваные джинсы, они с такими, вот такие вот, сильно-сильно рваные, а очень прикольные все, они с бершки, они мне очень нравятся, но единственное, что поскольку они были сам, одни из самых первых, у них низкая относительно, хотя я так не виделись, слушайте, сейчас смотрю, ну, в общем, у них относительно низкая попа, ну да, она относительно низкая, видно попу все время, и когда присаживаюсь, все время нужно, знаете, поправлять сзади. Я люблю, я вам уже говорила, не очень высокие, не очень низкие, я люблю чуть ниже пупка, эти для меня низкие, и я уже знаю, кому их отдам, потому что мне их жалко выкидывать или просто отдавать в приют, потому что они почти новые, и они такие, ну, классно сидят. Также эта рубашка, которую я когда-то купила в American Eagle, я не знаю, зачем я ее купила в размере на меньше свой, но я знаю, почему я ее купила, потому что она была по скидке, и я думаю, блин, такая классная рубашка, ну ничего, расстегнутая буду носить, потому что на груди она у меня просто не сходилась. Она очень классная, мне жалко, что она у меня лежит в шкафу и пропадает, потому что я не могу ее носить, вот если вы видите, она вот такая прикольная, с такими цветочками, очень она мне, эта рубашка нравится, и я ее отдаю в те же руки, что и джинсы, думаю, что тому, кому я отдаю, это очень-очень понравится. Самое интересное, что я в начале видео сказала, что я вам не буду все показывать, я почти вам все уже показала, на самом деле, не так всего много. Также я избавляюсь от трех пиджаков, потому что, потому что один себя износил, но я его покупала в Primark, полезный, зеленый, но все, он себя износил, потому что он сделал из хлопка, по-моему, верхний слой, и он весь уже в таких, в катышках, поэтому можно по этому поводу даже не париться, если честно. Также избавляюсь вот от такой вот куртенки. Она очень красиво смотрелась в магазине, она мне безумно нравилась, когда я ее купила, я ее пару раз носила, но, во-первых, эта куртенка, знаете, к животу идет немножко такая, ну, как бы расходится, и для крупных девочек, как я, то есть для полненьких девочек, как я, такие куртки обычно более делают зону живота еще больше, выглядит, что мы беременные, даже если мы не беременные, поэтому я решила, что я ее больше носить не буду, и цвет какой-то, не знаю, какой-то он там, не очень мне этот цвет нравится, даже не знаю, походится ли мне, походится ли она, как будто он никакой еще, просто никакой. В общем, хорошая куртка, куртенка, она такая, на Израиль осень-весна, на Россию, наверное, лето, кому-нибудь тоже отдам. Один, кстати, из моих любимых пиджаков с H&M, но цвет абсолютно не мой, абсолютно не мой цвет, настоящий теплый желтый цвет, что я себе думала, когда я его покупала, но на самом деле, я знаю, что я себе думала, когда я покупала, я всегда не знала, что я холодного цвета типа, увидела пиджак и купила, но очень хороший пиджак, очень долго с ней проходила, как раз пиджак, как я люблю, что он почти закрывает попу, такой длинный, удлиненный, очень красивый, на каждый день, но, к сожалению, цвет действительно, после того, как я обнаружила, что я холодный цвет тип кожи, ну, просто ужасно на мне сидится. И последнее, чем мы сегодня закончим, будет обувь, с которой я расстаюсь, две пары вот такие вот каблуки, если вы видите немножко Донину шерсть, извините, и вот такие вот каблуки, ну давно я с ними не ходила, не нравится, как они выглядят, эти вообще были не кожаные, уже все покоцаны, их вообще можно выкинуть, эти были кожаные, ну не знаю, что я себе думала, когда я их покупала, ну не нравится вообще, это, короче, не мое, поэтому это сразу идет в отдачу. Еще боты, от которых я избавляюсь, вот такие вот полусапожки от Альдо, фу, боже, сколько от них шерсти Дониной, очень их любила, протащила их всю прошлую зиму, всю эту зиму в них проходила, но они просто потеряли уже свой вид, они выглядят просто уже ужасно, и им просто уже пора отдыхать, но очень-очень их любила, просто их доносила до последнего. И последнее две пары, что эти две пары очень на самом деле спорные, вот это из тех вещей, которые, знаете, жалко выкидывать, потому что я это люблю, но вместе с тем каждый раз, когда я это одеваю, я прихожу домой, их снимаю и говорю, все, больше я вас никогда не одену, вы мне не нравитесь, вы мне жмете, вы мне натираете, сколько бы я вас не пыталась носить, и все равно мне жалко выкинуть. И вот сейчас я все разложила, ничего из того, что я вам сегодня показала, мне не жалко выкинуть, отдать, раздать, пожертвовать, а их жалко. Я не знаю, что мне с ними делать, как мне их разносить. В общем, это кеды от Кедс, вы знаете, что я люблю кеды, что я люблю конверс, что я люблю томс, конечно же, я люблю кедс, но они просто мне не по ноге, у меня очень большой подъем ноги, очень-очень большой, из-за этого я очень часто не могу носить супер-высокие каблуки, потому что у меня и так подъем большой, Я просто на каблуках на супервысоких не могу даже стоять У меня ноги сковеркиваются И здесь мне как раз-таки они натирают очень сильно в подъеме Они мне вот здесь вот натирают, вот здесь вот И мне очень-очень неудобно в них ходить То есть просто для меня они мучения Но я их настолько люблю, я их настолько помню тогда хотела, купила Что я даже не знаю, что делать Вот поверьте мне, вот тоже говорю вам, чистите свой шкаф Но вместе с тем вот эти такие две пары, с которыми я тоже не знаю, что делать Наверное, я их сегодня опять одену, помучаюсь И решу, что делать, ну или Ну даже не знаю, выкидывать жалко, потому что я их очень люблю Хочу в них ходить, но ходить не могу, что делать, что посоветуете Ну в общем две такие пары, не знаю Наверное, я на этих выходных попробую их разносить Еще раз, в очередной, в сотый раз И если они мне не пойдут, то я сразу пойду их выкину Не буду ждать следующего сезона, как я это обычно делаю Так, как обычно солнышко выходит, заходит, выходит, заходит Можно видеть по моим глазам, что начинаю щуриться Ну что, на этом была вся моя весенняя чистка одежды и обуви Надеюсь, я кого-то из вас вдохновила И вам тоже захочется пойти разобрать свой шкаф и повыкидывать все, что не нужно Вообще, реально, серьезно, у нас у каждого в шкафу очень много ненужной одежды И все равно носим мы очень-очень маленький процент всего того, что у нас есть в шкафу Поэтому я вам от всего сердца самыми добрыми и чистыми пожеланиями желаю Чтобы у вас была эта мотивация встать, пойти разобрать свой шкаф И носить только то, что вам очень нравится, в чем вы выглядите хорошо, светящийся и красиво Вот Ну что ж, на сегодня все, мы увидимся очень скоро Пока